Летняя оздоровительная кампания в Коми набирает обороты. Накануне стартовала первая смена. В этом году 470 лагерей откроют свои двери. Впервые наши дети смогут отдохнуть на Дальнем Востоке в лагере «Океан». Республика получила в рамках квоты 35 мест. А в Анапе наш детский центр «Черноморская зорька» до конца года будет приведен на круглогодичный режим работы. Заканчивая летнюю оздоровительную кампанию 2023 года, мы сразу приступаем к подготовке летней оздоровительной кампании 2024 года. Потому что много нужно произвести работ, много нужно провести организационно-методических всевозможных мероприятий. Ну и самое главное, что я тоже об этом расскажу, мы переводим на круглогодичную работу нашу здравницу детскую в Анапе «Черноморскую зорьку» на круглый год, на работу круглый год. А это тоже потребовало, во-первых, огромных денег, во-вторых, очень много сил и работы для того, чтобы и в этом году вовремя начала работать наша основная здравница. На детский отдых в этом году республика выделила 372 миллиона рублей. Из них 33 регион получил из федерального центра на организацию отдыха детей из арктической зоны. На особом контроле правительства дети из семьи участников специальной военной операции. Для них услуги по отдыху и оздоровлению предоставляются бесплатной основе. Важным аспектом летней оздоровительной кампании станет создание условий для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья для детей с инвалидностью. Особое внимание будет уделено детям, которые проживают в арктической зоне. Благодаря в том числе и федеральной субсидии им также будет предоставлена возможность бесплатного отдыха на морском побережье. В этом году впервые огромный спрос на летние трудовые лагеря. На базе учебных заведений откроются 148 центров. Смены по три недели. Дети смогут благоустроить территории возле школ и подготовить их к новому учебному году. Но самое главное – заработать на карманные расходы. Если проанализировать персональный состав, кто в нем участвует, это как раз дети, которым только-только исполнилось 14 лет, для которых это первое рабочее место, и та зарплата, которую предлагают наши образовательные организации с поддержкой центров занятости, она действительно привлекательная. Потому что мы все знаем, что в лагерях с дневным пребыванием в первую очередь заинтересованы дети младшего возраста, это первые-четвертые классы, а для среднего категории как раз основной эффективной формой занятости и воспитания является как раз лагеря труда и отдыха. Организация данной работы осуществляется в тесном сотрудничестве с территориальными центрами занятости, которые заключают соглашение и доплачивают заработную плату, и она становится действительно конкурентной для детей. На сегодня к открытию готовы практически все лагеря. Центр гигиены республики проверил качество воды, обучил полторы тысячи сотрудников. На особом контроле – организация питания и соблюдение санитарных правил. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова